Ранняя весна обнажила проблемы санитарного состояния городов намного раньше. Но хотя в Ленске мусор показался из-под снега уже давно, убирать его никто не торопится. Видимо, все ждут санитарного двухмесячника. Начнется он уже на этой неделе. Почему ленчанам нужны конкретные указания, кто будет убирать мусорные залежи, узнавали мои коллеги из Алмазного края. Каждый год привычная картина. Весна на улицах Ленска. Из-под снега? Нет, не под снежники. Полная антисанитария. И места привычные. Вот район старой девятиэтажки. Здесь все как всегда. Сплошная помойка. Только теперь это уже не окраина города. Рядом ведется серьезная застройка. Здесь магазины, школа. К концу года недалеко сдадут новый детский сад. А мусор и ныне там. Не в лучшем состоянии в этом году и центр города. Как обычно, после зимы у нас одни и те же недостатки. Появляется много вытавившего мусора, нестанционированные свалки. Если их управляющие компании, как мы приехали и обратили внимание, худо-бедно убирают свою территорию, в смысле имеется в виду контейнера, то прилегающие территории к домам, газоны и ограждения находятся вообще в аварийном состоянии. Придомовые территории мусоросборники четко закреплены за управляющими компаниями. Только повлиять на них сейчас сложно. Для малого и среднего бизнеса продолжается трехгодичная отсрочка от всех проверок. Это, кроме прочего, и обсуждали специалисты Роспотребнадзора, городской администрации и административной комиссии в ходе рейда, на которые их пригласила наша съемочная группа. Мест не выдерживающих критики выявили немало. Все они, в первую очередь, результат равнодушия жителей к своему городу. Вот смотрите, допустим, с управляющими компаниями, по тем же дополнительным бакам, они какой ответ дают? Собственники, собрания, скидываются, покупают, мы поставим. Но я-то понимаю, что на законодательном уровне, да, вот, 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 тянет. Но если по-человечески, вы сами живете в этом городе, я не удивлюсь, если кто-то даже с управляющей компанией в этом доме живет. Складируют многое в частном секторе и за ограждением дворов. Но если для жителей это необходимые в хозяйстве вещи, то для административной комиссии просто мусор. Имеются, конечно, проблемные места, есть нарушение правил благоустройства. Это такие объекты, как вот металлолом в виде, значит, кузов машины, дрова, контейнера и так далее. То есть есть над чем работать. Такие рейды для специалистов, основания для предписаний и даже привлечения к ответственности. Но это крайняя мера. Ответственные за санитарное состояние города, они все же рассчитывают на порядочность линчан и выполнение всеми подрядными организациями своих обязанностей по уборке. В самое ближайшее время.